Приветствую Вас! И по описанию можно сказать, что мужчина негативно воспринимает Ваши попытки его контролировать. Ему не нравится он, что Вы следите за ним, ему не нравится, что Вы чему-то приносите его, что Вы предъявляете ему претензии какие-то, потому что человек не считает, что Вы имеете на него достаточно серьезные права. И это действительно так. Вы ни разу не виделись в реальной жизни, судя по всему, и он только обещает к Вам приехать. И это даже не к Вам, а на отдых. То есть у Вас есть перспектива возможной встречи. И что там будет на встрече? Какой будет человек? Понравится он Вам? Не понравится он Вам? Может быть когда-то что-то совершенно не тот мужчина, которого Вы себе представляли. даже при условии, что есть фотография его, да, если Вы видели его даже на камеру, да, или как бы все равно, это не то, что живое непосредственно ощущение. И, конечно, он не воспринимает Вас серьезно. А Вы, получается, уже да. Вы, получается, уже воспринимаете его очень серьезно. Возможно даже как своего молодого человека, своего парня. И это ему не нравится. Он почувствовал, что Вы начинаете определять свои права на него, а мужчины не любят, когда женщина начинает их ограничивать, если они сами не считают себя готовыми, настаивающимися или желающими, значит, такой вот связи, таких обязательств и такого контроля. Для мужчины Вы просто, возможно, девушка, которая вызывает на него симпатию. Что из этой симпатии получится? Любовь, мимолетная связь или вообще ничего? Он не знает. И во всем этом контексте мне бы хотелось задать Вам вопрос. Один, но главный вопрос. А почему Вы сами его воспринимаете так близко к сердцу? Пусть он вам нравится. Пусть Вы избытываете к нему искренние чувства, искреннюю симпатию, это хорошо. Но почему Вы уже сейчас его стараетесь контролировать? Ведь Вы даже еще ни разу не обстоятельствовали. И вот данное обстоятельство, данная ситуация, может говорить о некоторых неприятных моментах для Вас. Первый неприятный момент – это склонность к зависимости. Он Вам для чего-то нужен, Вы стараетесь реализовать с ним какую-то потребность и так далее. Это плохо, потому что мужчина чувствует, что Вы от него зависите. Мужина чувствует, что нужен Вам. Жена чувствует, что Вы в нем нуждают. Вы активно к нему тянетесь, растворяетесь в нем. И потом, значит, теряете свои собственные индивидуальные, свои личные границы, тем самым снижая собственную ценность его восприятия. И если у Вас есть определенная потребность в чем-то через мужчину, ну вот, например, Вы хотите, допустим, семью, вы хотите, допустим, детей, или, может быть, Вы с помощью этого мужчины хотите забыть свои предыдущие отношения, может быть, еще что-то. Вот эта вот потребность, она заставляет вклад делать все вот эти вот вещи, которые не очень-то уместны. То есть я здесь имею в виду такие вещи, как контроль, например, такие вещи, как, значит, требования, претензии и так далее. И нужно для того, чтобы этих претензий не было, а они пока не обоснованы. То есть, да, Вы можете общаться, Вы можете что-то друг другу обещать, но при этом при отсутствии реальной связи это все очень условно, потому что мужчина, например, может не приехать к Вам на отдых. И вот представьте себе, что он не приезжает. И что тогда, когда все, что Вы друг другу обезжали, все это теряет значение сразу. То есть нужно понять, что стимулирует Вас на такое вот поведение. Потому что если ничего не стимулирует, и Вы просто считаете, что отношения должны развиваться именно так, то это, конечно, Ваше право так считать. Но право другого человека быть с этим не согласны. И молодой человек откровенно говорит Вам, что ему не нравится, как Вы себя ведете. И если Вы заинтересованы в том, чтобы быть именно с этим мужчиной, то Вы, наверное, ну, как бы подстроитесь под его желание, сделайте так, чтобы ему было комфортно, по крайней мере, до непосредственных встреч. А там уже будет видно. И если Вы видите, что молодой человек относится к Вам серьезно, и что у него к Вам чувства такие же серьезные, тогда да, Вы можете от него требовать что-то серьезное. А пока, пока это боюсь определяется Вашими потребностями и желаниями, и для того, чтобы убрать актив, убрать стимул для Вас, как поступать, нужно подумать, что Вы хотите через него добиться, что Вы хотите через мужчину реализовать. И тогда Вам будет проще самой, потому что Вы не будете тратить негативную энергию на контроль, на требования. Вы будете больше получать удовольствие от общения с мужчиной. И, во-вторых, Вы не будете зависимы от него. То есть, Вы будете достаточно самостоятельны, и не будете терпеть ради своих желаний какое-то негативное, неправильное, неприятное, по Вашему мнению и по Вашим ощущениям, поведение и отношения со стороны мужчины. А это очень важно, потому что это защищает Вашу самооценку, Вашу гордость, самомнение. Не позволяет чувствовать себя хуже, чувствовать себя ниже и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог Вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если Вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим.